Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин, и мы с вами на библейском портале exget.ru. Сейчас мы с вами поговорим о мессианских пророчествах в книге пророка Малахии. Этих пророчеств 2, и они кажутся легкими, они кажутся понятными, но в них есть свои тонкости, которые нужно разобрать, чтобы лучше понимать, кем был Господь наш Иисус Христос и что Он сделал ради нас и нашего спасения. Первое пророчество находится в третьей главе, в первых двух стихах. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит предо мной путь, путь предо мною, и внезапно приедет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь солов, и кто выдержит день пришествия, и кто устоит, когда он явится?» Давайте разбираться. Вот когда читаешь этот текст, то в этом тексте идет речь об ангелах. Один ангел, второй ангел. Это мы понимаем, что это, ну, как бы разный ангел, потому что один ангел посылается для того, чтобы приготовить путь. Второй ангел – это ангел завета. Кто вот этот вот ангел, который посылается приготовить путь? Мы понимаем, что речь идет о Иоанне Крестителе. Возможно, вы видели такие иконы, где Иоанн Креститель изображен с крыльями, и такой вид изображения называется «ангел пустыни». Иоанн – это ангел. Но мы же прекрасно понимаем, что Иоанн не был ангелом, он был человеком. И вот здесь мы должны понять, что слово «ангел» означает не только существо ангельской природы, но и просто вестника. Что за фраза «приготовить путь»? Тут тоже такая любопытная вещь. Значит, в древности была проблема – это дороги. И по-настоящему вот так вот дороги начали строить только римляне. Однако в древности все-таки дороги строили, когда царь решал выехать из своего города и отправиться куда-то. Для этого посылался специальный вестник, который шел от селения к селению, то есть по маршруту строительства этой дороги. Он заходил в селение, вызывал людей, и люди выходили и строили дорогу перед царем. То есть вот бог сначала посылает вестника, который должен приготовить людей к пришествию Мессии. Это Иоанн Креститель. Здесь все понятно. А вот дальше начинается определенная сложность. И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот здесь интересная вещь. Если вчитаться, получается, есть Господь и есть ангел. Ну, о ком здесь речь? Здесь мы должны немножко сказать о еврейском стихосложении. В еврейском стихосложении, в еврейской поэзии, так проще, нет или практически нет той особенности, которая есть в обычной поэзии. Мы, когда говорим поэзии, мы говорим на рифме. В еврейской поэзии рифмы практически не встречаются. А чтобы передать вот этот ритм для запоминания, используется такая форма, которая называется параллелизм. Есть разное определение параллелизма, но совсем просто. Будет так. Это одна и та же мысль, которая высказана дважды. Разными словами, но все-таки это одна и та же мысль. И она построена там либо на повторении, либо на противопоставление, либо на развитие, но здесь нам неважно. И вот здесь как раз виден этот параллелизм. Смотрите. Внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет. Придет Господь, которого вы ищете, он идет. Здесь параллелизм даже такой прямо виден. Очень хорошо. И мы понимаем, что Господь и ангел завета – это одна и та же личность. Мы понимаем, что здесь речь идет об Иисусе Христе. Ради кого Иоанн Креститель готовил путь? Ради Иисуса Христа. Здесь речь идет об Иисусе Христе. Но почему Иисус Христос назван ангел завета? Разве Иисус – это не воплощенный бог? Он же вроде не воплощенный ангел, он воплощенный бог. Почему же ангел завета назван ангелом? И здесь снова вспоминаем, что Иоанн Креститель тоже не ангел. Он человек, но он вестник, он посланник. И в данном случае Христос о себе говорит «Я послан отцом, я иду от отца, я пришел от отца». И, соответственно, мы можем сказать следующее, что Господь наш Иисус Христос – это ангел, так как он послан от отца. Но это как бы первый уровень понимания. Второй, куда интереснее про ангела. Смотрите, в Ветхом Завете встречается такая личность, особенно в древних книгах Ветхого Завета, которая так и называется – ангел-господень, Мелех, Яхва. Но это удивительный ангел. Почему? Потому что он говорит как бог, он действует как бог, он принимает поклонение как богу, ему поклоняются как богу. Два примера просто о том, что есть такой ангел. Давайте вспомним жертвоприношение Исаака. Вот Авраам уже связал Исаака, поднимает нож, чтобы заколоть своего сына. И вдруг его руку останавливает ангел, который говорит ему, чтобы он не делал ничего вот этому ребенку, хотя там не ребенок, там взрослый мужчина, отрок, но он не женатый, поэтому он отрок, не делал ничего этому отроку. И дальше удивительные слова. Теперь я вижу, что ты веришь в меня. Но мы же знаем, что Авраам верил не ангел, он верил богу. Почему здесь такая фраза? Потому что на самом деле руку праотца Авраама останавливает не ангельское существо, его останавливает сам бог. Это первый пример. Второй пример, наверное, еще более интересный. Горит куст. Моисей, еще не пророк, еще только пастух, видит этот горящий куст, который не сгорает, решает, подайте посмотреть. Он подходит, он приближается, из огня звучат слова. Чьи слова? Слова ангела. Там ангел с ним разговаривает. Но дальше этот ангел называется Господом. И более того, этот ангел, Господь, называет свое имя, личное имя, как зовут его. И мы знаем, что имя Божие – это Яхва. Так вот, в Ветхом Завете вот эти вот явления еще есть. Я назвал только два, на самом деле их там больше. И вот эти явления, святоотеческое богословие, да и просто вообще христианское богословие, понимает, как явление Сына Божьего. Сын Божий приходит, и он называется ангелом. Почему? Потому что он послан от Отца. И вот Иисус Христос тоже послан от Отца, он тоже ангел, тоже посланник, тоже вестник. Хорошо. А почему он назван ангел Завета? Ну, здесь совсем просто, потому что через Иисуса Христа с людьми был заключен Новый Завет. Хорошо. После того, как Христос пришел, начался суд. И теперь люди судятся по своему отношению к Иисусу Христу. Признают они, либо не признают. Хорошо. Это было первое пророчество. Второе пророчество находится в самом-самом конце книги Пророка Малахии. И вот там интересно, почему это пророчество находится в конце. «Вот я пошлю к вам Илью Пророка пред наступлением дня Господня Великого и Страшного, и обратить сердца отцов к детям и сердца детей к отцамых, чтобы я, придя, не поразил землю проклятием». Значит, давайте здесь разбираться. Кто этот Илья, который посылается перед пришествием Мессии? Мы понимаем, что это Иоанн Креститель, потому что служение Ильи здесь, перед наступлением дня Господня, это то же самое, что служение ангела, который приготовляет путь перед Господом и перед ангелом Завета. Но почему Илья и что такое день Господень? Когда мы слышим выражение «день Господень», то часто либо понимаем, что это воскресенье, первый день недели, либо это страшный суд. Но на самом деле в Библии это ни то, ни другое. День Господень – это тот день, когда наступит Мессианское царство. То есть, поэтому, когда здесь речь идет о наступлении дня Господня, великого и страшного, это наступление, это пришествие Мессии. Почему он великий и страшный? Потому что вот в этот день начнется суд, и все будут судиться по тому, как они относились ко Христу. Почему Илья? Почему Илья? Почему не другой пророк? И почему Иоанн – это Илья? Значит, Илья – уникальный пророк, вернее, точнее, он один из двух уникальных людей Ветхого Завета, которые избежали смерти и живыми были взяты на небо. Первый – это Енох, второй – это Илья. Он был живым взят на небо, он не умер. И вот было такое понимание, что он обязательно должен прийти и умереть, пройти через смерть, через которую проходят все люди. Он там воскреснет, но он все должен пройти через смерть. И вот поэтому сложилось представление о том, что перед пришествием Мессии на землю должен прийти Илья. Господь наш Иисус Христос, рассказывая об Иоанне, говорит, «Илья уже пришел» и показывает на Иоанна Крестителя. Может быть, Иоанн – это реинкарнация Ильи? Да нет, конечно, не реинкарнация. Иоанн имеет того же духа, который имел Илья. Илья понимался как великий пророк, как очень значимый пророк. И, соответственно, та благодать, которая была на нем, теперь на Иоанне Крестителе. Соответственно, Иоанн Креститель – великий пророк. Господь наш Иисус Христос вообще так и говорит, что Иоанн – это один из тех, кто больше из всех пророков Ветхого Завета. Бог посылает Святого Духа, посылает благодать, которая нисходит на Иоанна Крестителя. Это та же самая благодать, которая была на Илье. То есть, никакой реинкарнации, просто благодать, пророческая харизма переходят с одного на другого. Возможно такое? Да, возможно. Потому что был еще один человек, который имел ту же благодать, которая была на Илье. Это его ученик и преемник, пророк Елисей. Хорошо. Мы с вами разобрали два мессианских пророчества в книге про Камалахи. Меня зовут Дмитрий Георгиевич Тобыкин. Мы с вами были на портале exeget.ru. Спасибо за внимание. Всего доброго. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за внимание.